В прошлой программе мы уже рассказывали о системе дуального обучения. Эта методика предполагает обучение студентов не только в учебном заведении, но и параллельно на производстве. Так молодой выпускник становится одновременно и специалистом в той отрасли, которую выбрал. До конца 2014 года в рамках дорожной карты дуального обучения будет подготовлено 10 тысяч специалистов. Если связать дорожную карту дуального обучения и именно тематику рубрики «Ищу работу», это как нельзя. Все понимаете, как цепочка одной последовательности. То есть тут сойдутся пазлы в каком ракурсе. Дело в том, что именно в дуальном обучении, обучаясь студенты, проходят производственное обучение на предприятии. Обучаясь на предприятии, они сразу познают работу предприятия, адаптируются к работе предприятия. Для предприятия тоже есть очень большой эффект. То есть для них это и, скажем так, недорогая рабочая сила. И еще один из социальных эффектов дуального обучения именно для предприятия в том, что они по процессе производственного обучения, они сразу проводят отбор. То есть они сразу видят, какие предприятия, какие ребята им на самом-то деле подходят. На самом-то деле подходят. Сам студент, будущий выпускник, он сам тоже уже определяется по своей профессии. И когда, закончив, получив диплом, он уже знает, куда он пойдет на работу. И ему не нужно будет адаптационный период. Он уже знает это предприятие, знает все это оборудование, знает всю технологию производства. То есть тут преимуществ внедрения элементов дуального обучения очень много. Дорожная карта дуального обучения по всем регионам Казахстана охватывает 173 колледжа по 83 специальностям. В ней будет участвовать около 400 предприятий по рекомендации региональных палат. Дорожная карта дуального обучения охватывает 7 приоритетных отраслей регионов, такие как машиностроение, металлургия, сельское хозяйство, сервис, транспорт, строительство и другие. Согласно программы, в нашей области 11 учебных заведений в течение 2014-2016 годов должны подготовить свыше 410 специалистов по 13 специальностям для 10 с лишним предприятий. Дорожная карта дуального обучения именно в нашей области в первую очередь рассчитана на обеспечение квалифицированными кадрами именно основных приоритетных направлений развития экономики нашей области. Включены 7 основных приоритетов. Сейчас в первом учебном году, это в 2014-2015 учебном году, то есть вот мы сейчас с сентября уже стартовали эту программу, у нас сейчас вошли 14 учебных заведений и 19 предприятий. Но из года в год эта дорожная карта, она будет пополняться как и предприятиями, так и учебными заведениями. В республике определены потребности в кадрах более 8363 предприятий на текущий и прогнозный период. Открыты и запущены 8 учебных центров и кластеров по подготовке кадров в Астане, Алматы, Южно-Казахстанской области и Караганде. В нашей области внедрение дуального обучения происходит на базе ведущих колледжей города и предприятий, где требуются соответствующие специальности. Как говорят в Палате предпринимателей, начиная с малого, специалист даже с высшим образованием будет знать свою профессию от А до Я. Просто на позиции рабочего есть специалисты даже и с высшим образованием. Вот, соответственно, сразу руководитель, например, предлагает ему позицию рабочего, и он по ходу работы, познавая всю технологию производства, начиная с нуля, там все периоды, всю технологическую цепочку он проходит, соответственно, когда дальше этот специалист уже будет инженером, и у него будет намного больше вклад в развитие своего производства, в котором он работает. Примеров таких специалистов, даже имея высшее образование, начинавших с рабочих, немало. И немало среди них людей, успешных, основавших свой бизнес и преуспевших в нем. Вы сегодня будете на предприятии ТО «Строй деталь», где на этом предприятии проходит очень много студентов производственного обучения, не только средне-технического профессионального образования, но и высшего образования. И вот хотелось бы немножко сказать о руководителе этого предприятия, Сименов Анатолий Федорович, который является и членом регионального совета Палаты предпринимателей Актюбинской области. Вот это яркий пример для всех наших молодых людей, которые ищут работу, которые хотят доказать в жизни, что они могут, что они могут стать достойными людьми, что они обязательно найдут работу, что они, скажем так, реализуют весь свой потенциал, будут помогать своим родителям. Вот Анатолий Федорович, он сам начинал свою трудовую деятельность с мастера, то есть он начинал с рабочей профессии. И сейчас он является уже генеральным директором вот такого большого крупного предприятия, является успешным предпринимателем. Дуальная система обучения не просто помогает освоить профессию быстрее, она дает карт-бланш каждому выпускнику на трудоустройство. Так, заканчивая учебное заведение, молодой человек уже будет уверен, что не останется на обочине рынка труда. Завод «Стройдеталь» в Актобе был образован в 1998 году на базе завода ЖБИ-70, который был введен в эксплуатацию еще в 1968 году. На сегодняшний день это многопрофильное предприятие, входящее в число крупных железобетонных заводов Казахстана. Является основным поставщиком железобетонных изделий, керамзитового гравия, извести на строительные объекты западного региона. Здесь проходят производственную практику по системе дуального обучения не только студенты колледжей, но и вузов. К нам приходят выпускники или учащиеся вузов, колледжей. Мы делаем для них, мы рассчитываем даже на то, что им у нас очень понравится. Почему? Мы, во-первых, оплачиваем им их работу, несмотря на то, что мы их учим. Иногда даже делаем обеды бесплатные, в зависимости от договора, как мы заключим договор. Мы для них абсолютно прозрачны, доступна вся техническая документация, которой мы пользуемся в своей работе. Всю нормативную вазу мы им предоставляем. Они могут и воспользоваться ею, и, естественно, применить в своей работе. На сегодняшний день молодой специалист должен не просто разбираться в своей профессии, а грамотно работать с документацией. Если буквально лет 10-15 назад производство было направлено на местные нужды, то сейчас предприятие выходит на международный уровень, а здесь весь процесс производства отслеживается зарубежными партнерами. Раньше мы не занимались такой кропотливой работой по оформлению документов. Сейчас, работая с иностранными фирмами, вся документация настолько она развернута, каждый шаг все прописывается. Кроме этого, у нас на заводе работает международная система менеджмента качества по СТРК ИСО-9001. И она предполагает, конечно, все документировать абсолютно. Каждый процесс у нас документирован. Поэтому этому мы и приучаем наших студентов. Руководство предприятия предполагает, что студенты, проходящие здесь практику, по окончании учебы вернутся для постоянной работы. Рабочие кадры необходимы производству, которое постоянно расширяется. Мы, конечно, присматриваемся к ребятам. У них ребята разные. У одних хотят сразу получить и большую зарплату, и при этом иметь такой маленький багаж, который они получили, например, в УЗИ или в колледже. Но мы смотрим, обучаем ли этот человек, может ли он, горит он этой работой, есть в глазах искра или нет ее. Смотрим, понятен, интересен ему этот материал и той работой, которой мы занимаемся на заводе. Естественно, это играет самую важную роль. Таких студентов, которые позже трудоустроились на предприятии, немало. Все зависит от желания самого молодого специалиста совершенствоваться в своей профессии. В условиях рыночной экономики и конкуренции каждый ученик колледжа или ВУЗа должен осознавать, что выбор работодателя будет зависеть только от степени знаний и практических навыков работника. У нас очень много работает, уже трудоустроенные студенты, которые окончили ВУЗы. Вообще-то такая вот статистика такова, что у нас, наверное, ежегодно где-то 10 специалистов мы принимаем на работу уже специалистов. Это не значит, что они пришли и начали работать уже мастерами или инженерами. Они начинают с низшего, они начинают познавать все те этапы производства, которые необходимо им знать. Но потом получаются хорошие у нас специалисты. Не все выдерживают вот это требование, интенсивность производства и все. Но самые выдержанные, самые такие квалифицированные, они все-таки остаются у нас. Как говорят представители предприятия, если студент захочет работать, он будет работать на заводе. Но желание должно предполагать отдачу знаний и умений. Те студенты, которые уже, те, которые они у нас уже прошли практику и увидели сам вот этот процесс и всю нашу работу, они, конечно, с удовольствием идут и работают. Не хотят или не работают те, которые не хотят. А те ребята, которые учатся и целенаправленно, и осознанно, они, конечно, находят у нас, находят себя и находят ту работу, которую они искали. Диана Уталиева учится на третьем курсе Октюбинского политехнического колледжа. Практику она проходит на заводе «Стройдеталь» уже в течение двух месяцев. Как говорит девушка, лаборанты в строительстве сейчас особенно нужны. Я обучаюсь здесь уже два месяца. Мне очень нравится работать в лаборатории. Здесь созданы все условия для нас. Я провожу исследования и проверяю качество строительных смесей. Работать в лаборатории престижно. Сейчас строительные материалы в цене и постоянно необходимы. Поэтому эта профессия очень востребована. Я уверена, что по окончании колледжа найду свою работу. Как говорит Диана, в ее семье выбор лаборанта поддержали. Вообще она хочет стать инженером-строителем. Но для того, чтобы подняться на гору, нужно начать путь сравнины. Начинать надо с самого малого. Только так сегодня можно достичь успеха. Я верю в свой выбор. Айнур Марин уже заканчивает АПК. Она студентка четвертого курса. И поэтому для девушки жизненно необходимо получить все навыки, сопутствующие ее профессии. Айнур работает на производстве строительных материалов. И подспутно изучает весь процесс изготовления. В моей семье строителей нет. Я первая. Тем не менее, родные поддержали меня. Я решила освоить строительную специальность, потому что как-то наш президент Нурсултан Назарбаев говорил, что молодежь должна не бояться осваивать технические специальности, что в этом будущее Казахстана. Я думаю, что после окончания практики постараюсь устроиться на производство. Мне здесь очень нравится. Ислам Аланов учится в той же группе, что и Айнур. Они вместе устроились на эту практику. Ислам, как и Айнур, учится по специальности строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Поступил я в этот колледж на эту специальность, так как в Казахстане сейчас сильно развито строительство. Строятся разные заводы, дома различные. Красиво и так же, что сказать, развивается очень много компаний строительных по строительству. И строительство всегда нужно, я так понимаю. Как считает Ислам, работу найти несложно. Необходимо иметь багаж знаний и опыта. И главное – верить в себя. Работу найти можно, если ты мастер своего дела. Тебя возьмут, тебя заметят, если ты покаешь себя. Ислам считает, что дуальная система обучения оправдает себя. Когда теория дополняет практику, а не наоборот, результат превосходит ожидания. Дуальная система сейчас очень сильно развивается в Казахстане. Это повышает рабочие способности детей, студентов. Выходя на практику, мы работаем, видим сам процесс складки. Разных процессов. Работаем совместно с бригадой. Скоро у нас будет практика. Мы должны будем идти дублерами мастеров. Наш колес сотрудничает с многими строительными организациями. И эти организации помогают студентам, чтобы они поступали на практику. Каждый из этих студентов, тех, кто не побоялся пойти учиться на прикладные профессии, в будущем могут стать первоклассными специалистами. И дело даже не в выборе технической специальности. Дуальная система обучения в будущем может применяться и к гуманитарным профессиям. Главное преимущество здесь в слиянии теории и практики, знаний и навыков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова